Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM На 101FM программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Николай, держите себя в руках. Я понимаю, что в студии только что было шумновато. И весело было. Да, не без этого. Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар, деньги, товар», наш постоянный эксперт со ведущей Николай. Добрый день. Добрый день, Юлия. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Всем-всем-всем добрый день. Всем приятного аппетита. Я надеюсь, что я вам его сегодня не испорчу. В каком смысле? Что на нас не подадут снова в суд за этот эфир? Вот я об этом же хотел... С этого и хотел начать разговор, потому что время сейчас опасное. Начните. До выборов осталось уже меньше недели. Сегодня среда. А, сегодня среда, да. Четверг, пятница, суббота. Меньше недели. Поэтому, Юлия, если я что-то начну говорить не то, поправляйте. Я бы очень не хотел, чтобы из-за меня у любимой радиостанции возникли какие-то неприятности юридического характера. Ну, я боюсь, Николай, что это не из-за вас. Ну, вот вы сами сказали, да, день Икс через три дня. Вы к нему как-то готовитесь. Нет, я к нему никак не готовлюсь. Единственное, я знаю, что я успею вернуться в Киров. Я приеду в Киров в два часа дня воскресенья и успею проголосовать на своем избирательном участке. Больше никакой подготовки я не веду. Те консультации, которые я давал различным политическим силам, они в прошлом. К сожалению... Политические силы? Вынужден констатировать, что политические силы повели себя не согласно рекомендациям. Поэтому они уже в прошлом. Поэтому это все уже в прошлом. Я так про себя думаю, что, наверное, не я один думаю, что все все уже поняли. Ну, Анна, пошутили и хватит. Думаешь, мы шутили? Нет? Шутки еще впереди. А вам серьезно пришло приглашение на инаугурацию? Нет. Или это тоже была шутка? Оно мне абсолютно серьезно не придет. Но я знаю, что они уже рассылаются. Это вот я точно совершенно знаю. Приглашение уже рассылается. Инаугурация будет 15-го числа. Фамилию инаугуранта я называть не буду по политическим мотивам. Я думаю, все опять же понимают, кто у нас рассылает приглашение на инаугурацию на 15-е сентября. Ну, вот видите, как прекрасно. Я вам предлагаю вспомнить избирательную кампанию. Я не знаю, прошедшую или... В общем, она подходит к финишу. Это очевидно. Причем избирательных кампаний у нас было две. Это губернаторская и в Гордуму. Но это крупные две. На самом деле гораздо больше еще. И в районах много избирательных кампаний. Да, но, наверное, Кирова доносятся какие-то отголоски. Нет, я имею в виду, что крупные компании две, которые имеют значение для области конкретно. Потому что то, что произойдет в Кирове, это очень важно для всей области. Ну, так вот. А какая все-таки из них важнее? Из этих компаний? С точки зрения здравого смысла важнее, конечно, губернаторская. Но если подумать, это более высокий статус, более высокий ранг, больше ответственности, больше полномочий у губернатора. Но с точки зрения, если посмотреть, как у нас происходит, то, безусловно, гораздо более интересно проходят выборы в Городскую Думу. Потому что с губернатором, мне кажется, все уже понятно. Ну, приглашения уже рассылаются. И к тому же, ну, как сказать, было изначально понятно. А вот в Городской Думе все очень интересно. Потому что этот орган, который, в принципе, при удачном раскладе, или неудачным, как, с какой стороны смотреть, при определенном раскладе, может стать таким альтернативным центром принятия решений, то есть неким противовесом уже сформировавшейся губернаторской власти. Поэтому за эти места в Городуме идет активная очень борьба. Вот смотрите, разные силы и оппозиционные, в том числе, которые бывают у нас в студии, разные эксперты, говорят, что на этих выборах в Городскую Думу оппозиция точно возьмет больше мест, чем в прошлый раз, и чуть ли не сможет на равных разговаривать с Единой Россией. Как вы считаете? Я не уверен в таком раскладе. И дело в том, что у нас на выборы в Городскую Думу, конечно, партии номинально присутствуют, люди выдвигаются от партии, потому что самовыдвижение, как мы уже убедились по этим выборам, путь в никуда. Из 11 самовыдвиженцев, по-моему, только один получил пропуск в Высшую Лигу, скажем так. Все остальные были отсеяны на этапе подписей. Поэтому все равно, так или иначе, ли фигуры должны примыкать к каким-то партиям для того, чтобы пройти в Городуму. Соответственно, внутри партии нет однородности, внутри каждой партии есть определенные группировки. И речь идет не о том, какая партия получит большинство в Городской Думе, а о том, какая из наших, ну, как это у нас говорят, слово-то? Сил влияния. Да, групп влияния, да, или элит, как еще называют, какая из этих вот групп влияния, либо внутри Единой России, либо вне вот этих всех партийных вещей. Потому что, если посмотреть на партийные списки, то очень многие люди, несмотря на свою партийную принадлежность, ясно, что принадлежат немножко к другой группе влияния, скажем так. Вот это интересно. Будет ли это большинство единороссов? Это не самое главное. Главное, каких единороссов это будет большинство? Алексей Кузьмин, когда был у нас в эфире, сказал, что Василий Сураев, который уже заявил о своих мэрских амбициях, очень договороспособен и очень интересен в плане кандидата на главу города Кирова, что он сможет договориться с разными группами влияния, чтобы его поддержали, несмотря на то, что Василий Куприянович идет от эсеров, а правящая партия у нас Единая Россия. Вот вы как считаете? Во-первых, тут не надо забывать, что Василий Куприянович еще недавно был у нас лидером как раз Единой России. И вот как раз это тот случай, когда партийная принадлежность не имеет решающего значения. То есть есть, опять же, внутри этих партий силы, которые поддерживают усиление, скажем так, Василия Куприяновича, есть те, которые по каким-то причинам поддерживают в качестве кандидатуры кого-то другого еще не названного. Василий Куприянович в этом плане, безусловно, очень человек договороспособный, имеющий за своей спиной определенный бэкграунд, который позволяет ему довольно крепко стоять на ногах, иметь свою позицию и так далее. Поэтому, да, это очень сильная фигура. И то, что он сделал, объявив о своих амбициях на пост главы города, это очень оживило эту избирательную кампанию, потому что, я думаю, она таким образом мягко превратилась в кампанию за выборы мэра. А это всегда очень интересная кампания. Если вспомнить далекие годы, когда мэра избирали, это всегда была очень бурная кампания. Она не уступала по своей, так сказать, интенсивности вообще ничему. А почему Николай никто другой не заявил о своих мэрских амбициях? Дело в том, что формально никто заявить о них не может. У нас же нет выборов мэра, да? Заявить о своих амбициях может человек, который имеет на это право. И иметь право на это будет человек, уже избранный в городскую думу. Формально, если говорить. Так ведь? То есть не может у нас главу города стать не депутатом. А можно говорить по существу? Если мы говорим по существу, то я почему и подчеркиваю, что Василий Куприянский сделал очень смелый и правильный шаг. То есть он вывел это на чистую линию. На другой уровень? На другой уровень он сказал, да, я хочу быть избранным в городскую думу с целью стать главой города. Ответа не последовало. Если в штабах, как ты говоришь, оппозиционных партий идет разговор о том, что мы поддержим Василия Куприяновича в случае, если мы пройдем в городскую думу, то Единая Россия оказалась в состоянии растерянности. Потому что они планировали как стандартная процедура. То есть мы приходим в думу, мы получаем определенное большинство, либо договариваемся об этом большинстве. И мы своего кандидатура, такого кота из мешка достаем, и говорим, вот он у нас теперь будет главой. Сейчас вышло затишье. Это затишье, когда ты говоришь о том, что Алексей Кузьмин пророчит усиление оппозиции в Гордуме. Это затишье как раз на пользу оппозиции. Потому что все видят растерянность правящей партии, все не видят ожидаемой фигуры, все ждут. Вы должны ответить чем-то. Эту, так сказать, пиковую дам покрыть пиковым тузом, условно говоря. Но никто пока этого не сделал. И вот это как раз дает оппозиции очень хороший шанс. И есть такое ощущение, Николай, что до выборов уже не сделает? Ну, понимаешь, это будет немножко уже поздно. Для того, чтобы Василий Куприян сделал все вовремя. Сейчас все это видят, на каждом заборе, на каждой остановке висит именно его лицо, именно его лозунг, что вот я хочу возглавить город. Это уже сделано. Покрыть это за оставшиеся три дня будет довольно-таки сложно. И, похоже, на это уже просто нет ни средств, ни финансов, ни средств, ни сил, ничего-либо еще не желания. Вот на этом мы прервемся на небольшую паузу. Я напомню, это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар» нашего постоянного спикера, коллеги. На небольшой перерыв сейчас уйдем, и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Николая Голикова. Веселье продолжается. Веселье продолжалось в перерыве. В перерыве, да. Мы травили политические анекдоты. Юля рассказала мне очень хороший политический анекдот. Я его запомню, обязательно буду рассказывать при каждом удобном случае. Он очень, 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 очень... Очень про жизнь. Очень, как говорят, по резьбе. Главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Говорим мы о завершающейся избирательной кампании, ну и, собственно, наверное, о успехах и провалах ее я хочу поговорить. Николай, давайте попробуем сформулировать по совокупности, в общем и целом, три главных успеха, три главных провала каждой из избирательных кампаний. Юль, смотрите, ситуация-то в чем заключается? Скажем, провал одного кандидата это автоматический успех другого. Ну, по совокупности, вот давайте посмотрим. Для одних провал и для других успехи. Что бы я сказал характерным, да, вот для этой кампании, глядя на наглядную агитацию, которая развешена, это то, что люди, которые занимаются, практически, ну, политтехнологи, которые дают рекомендации, они, честно говоря, по-моему, не очень понимают, кого и куда выдвигают, кого и куда избирают. Потому что, если взять, например, кандидата, который на синем фоне фотографируется, да, красивый такой, то ему, как бы планирующему стать губернатором, объявившему о том, что он хочет стать губернатором, зачем-то в руки дали папку с бумагами. Дело в том, что никакой губернатор никогда никакие бумаги в руках не носит. Вы должны это прекрасно понимать. И те, кто давал совет, тоже. Это кто-то, кто сзади ходит. Второй, там, третий эшелон власти, а может, даже пятый, да. И таким образом, как бы, вот, подчеркнуло этим самым, те люди, которые это делали, видимо, подспудно, да, по Фрейду немножко ошиблись, подчеркнули, что реально на первое место этот человек не претендует. Он будет носить бумаги, он готов носить бумаги, он не готов руководить теми, кто носит бумаги, понимаешь? То же самое, как ни странно, вышло и с нашим главным кандидатом, которого зачем-то поставили на пост. Как известно, на постах стоят нижние чины. Вполне возможно, что во всероссийской иерархии чин губернатора не такой уж высокий. Может быть, оттуда, глядя, они должны стоять на постах. Но, глядя снизу, он, вообще-то, должен как минимум разводить караулы, да? Ну, уж никак не сам стоять на посту. Вот эти два прикола мне показались самыми забавными за период вот этой вот предвыборной агитации и пропаганды, да. Потом мне очень, конечно, нет, об этом не буду. Ну, нет, Николай. Нет, об этом не буду, это не очень цензурно. Ладно. Что еще можно сказать? Самое интересное, опять осталось за кадром. Голиков, что это такое? Я потом когда-нибудь напишу мемуары, Юль, и там это все будет написано. Ну, у меня-то будет две минуты рекламной паузы, я вас буду пытать. Конечно, я расскажу то, что мне показалось вообще вопиющим, да, условно говоря, абсолютно безграмотным, что происходило. Но еще раз говорю, это относится к реальному кандидату. Я не хотел бы сейчас говорить, я уже не имею права об этом говорить, потому что это сочтут как агитацию против него. Я не против никого, не агитирую. Я буду рад, если мне пришлют приглашение на 15 сентября на инаугурацию. Там потом всегда очень вкусно кормят. Где-нибудь завтра пришлют. И искренне поздравлю того человека, который в этих выборах победит. Мы о чем говорили-то? Об успехах. Об успехах и провалах. Об успехах и провалах. Но мы отчасти уже поговорили об успехе на городской думе. Безусловно, совершенно прекрасный, успешный шаг Василия Куприановича Сураева. Мы об этом говорили. И одновременно это провал его главных оппонентов, потому что они оказались не готовы к такому повороту событий. Мне кажется, раньше у нас такого не было на выборы в городскую думу с тех пор, как ввели вот эту систему выборов из числа депутатов в городскую думу. Это было очень сильно. А так, конечно, главный провал, мне кажется, то, что, скажем, если взять вот даже нашего любимого коммуниста Сергея Павлиныча Мамаева, то никогда в его политической карьере не было еще столь удобных для него губернаторских выборов, столь равных ему соперников, с которыми можно было тягаться на равных. Ситуация даже лучше, чем год назад у него в Мариэл, да? И тем не менее, вот это вот, я почему и говорю, что я не очень хочу говорить, это все связано с определенными анекдотами, может быть, с параллелями. Они не всегда пристойны. Но я знаю, что Роскомнадзор признал слово мудак незапрещенным. То есть это слово грубое, но незапрещенное. Есть такой анекдот про конкурс мудаков. Ты знаешь его? Ну, жена говорит мужу, ты какой у меня мудак, ты просто жуткий мудак. Если был конкурс мудаков, ты бы занял на нем второе место. Он говорит, почему второе? Она говорит, да потому что ты мудак. И ситуация такая, что вот на этом конкурсе, который у нас проходит и закончится 10 сентября, теоретически, конечно, этот кандидат мог бы стать первым в кои-то веке. Но он вот именно из этого анекдота человек, который даже на этом конкурсе займет второе. Они изначально не борются за первое место. Вот судя по всей повестке, которую они предлагают, судя по тем вещам, которые они делают, идет борьба за отчет для Политбюро, что мы выступили, выступили успешно. Вошли в тройку призеров. Это сейчас смешно было. Это не смешно. Но понимаешь, я сам, имея за плечами определенную спортивную карьеру, я как-то участвовал в соревнованиях, где в моей весовой категории было три человека. Я автоматически вошел в тройку призеров, получил спортивный разряд, потому что соревнования были должного, не помню какого уровня, было очень давно. То же самое здесь. Они как бы автоматически становятся. Да, на выборах областных, губернаторских, человек занял второе место, это же классно. Хотя я тут согласен скорее с футбольным тренером Жозе Мауриньо, который любое место, кроме первого, называет поражением. И без всяких оговорок. То есть это поражение, это не успех. А у нас, видишь, такая философия другая. И вот это, мне кажется, вот это отсутствие интриги на этих выборах, которая могла бы быть. Потому что могла бы быть. Создали все условия. Ребята, бейтесь. Вам не выставили там человека тяжеловеса из другой весовой категории. Вам дали вашего совершенно равного соперника с невысоким рейтингом, с нулевой узнаваемостью, с плохой командой. И вы растерялись и сказали, нет, мы пропустим его вперед. Это главная неудача, главное мое расчарование в этой предвыборной кампании. Николай, вот в 2015 году мы выбирали Никиту Белых. А тогда по-другому было? Тогда было более понятно, скажем так. Потому что Белых уже поработал в области. Ну, то есть Белых был тяжеловесом по сравнению со всеми остальными. Белых в этом плане был тяжеловесом. У него была уже выстроена вся система власти, система управления, тот самый административный ресурс. Он был выстроен. С ним было тягаться в существующей системе выборов невозможно. И он свои там, хоть и не окаянно большие проценты, получил совершенно честно. В данном случае мы имеем дело с невыстроенной системой. Она сбоит на каждом уровне. Она сбоит на уровне глав районов, на уровне глав поселений и так далее. Неудивительно же, что в какой-то момент вдруг возникло предложение глав районов включать в правительство области. Понимаешь, это просто некая конфета, которую ребята, вы хоть в нашу сторону пошевелитесь, хоть как-то их задумайте. А то есть это конфеты, это не предсмертные конвульсии? Это похоже на предсмертную конвульсию. Попытка как бы немножко оживиться. Но дело в том, что понимаешь, даже эта попытка получилась очень смешной. Это в сути одна из неудач вот этой предыборной кампании. Потому что, естественно, главы района стали выяснить, члены правительства вообще зарплату получают. Они спросили, а мы? А нет, говорят. А решение принимают? Да нет, говорят. Так поприсутствуете. Соответственно, даже эта конфетка получилась очень несладкой и очень такой показывающей некую слабость вот этой стороны. Но это говоря вот о удачах, неудачах выборных кампаний. Так, подождите, а удачи-то вообще были? Вот реальные удачи? Я начал с удачи, я начал с великой удачи Василия Куприяновича Сураева. И, между прочим, опять же, если 15-го числа все-таки инаугурация это состоится именно в том составе, как планируется, я скажу, что это была какая-то немыслимая удача кандидата от партии власти. Потому что выиграть в таком вот, в такой ситуации, в которой он был, это просто чудо. Другим это не объяснишь. Это никакой не труд, ничего. Это просто чудо. Это редчайшая удача. А вот вы знаете, наша с вами коллега Елена Шмулевич на прошлой неделе сказала, что все соперники Васильева зачистились с поля сами. Так я, собственно, об этом говорил. Я об этом, собственно, и говорил. Я говорил, что они сами, у них была редчайшая просто возможность. Понимаешь, вот такого уже давно очень не было, когда там не один на пятерых, там не пятер на одного, а один на один. Ровная драка. И в этой драке уходить из боя, я не знаю. Я не знаю, конечно. Ну, видишь, опять же, у нас же все оппозиционные партии, они управляемы из той же самой башни, откуда управляется и главная партия. Поэтому, видимо, решение было принято на небесах. Что еще сказать? Как вы корректно выразились. Хорошо. Вот по поводу главной удачи, да, Василия Куприяновича. Кого вообще, по вашему мнению, ему может противопоставить партия власти в борьбе за кресло мэра? Здесь все будет зависеть, конечно же, от того расклада, который сложится по результатам выборов. Он пока малопредсказуем, потому что я говорю, повторяю, что даже вот если смотреть, как работают сейчас штабы партии власти, да, то практически везде, вот на мой взгляд, существует некое такое удвоение ресурса, то есть отдельно работают кандидаты списочные, отдельно работают кандидаты одномандатные, и, по-моему, даже источники финансирования у них разные, и финансовые возможности у них разные. Какая из линий, то есть где больше партии удастся набрать голосов по партийным листам, либо по одномандатным округам, либо там и там одновременно, от этого очень многое будет зависеть. Если партия власти наберет, точнее, вот та группа партии власти, которая захочет провести своего мэра, главу города, значит, наберет определенное число сторонников, то я думаю, что здесь вспомним мы фамилии Валерия Васильевича Крепостнова, безусловно, Елена Васильевна, Ковалевой, безусловно. То есть у нас есть от коммунистов прекрасные кандидаты, давайте вспомним Марию Сергеевну Сазонтову, все же говорят, что если мэр будет с женским лицом, то это только хорошо. Это очень достойные реальные кандидаты, всех, кого я назвал, это люди очень достойные, люди способные это делать, поэтому компания у Василия Куприяновича будет довольно-таки веселая, разношерстная и интересная. Но вот как вот сложатся сами выборы, от этого многое зависит. Почему я говорю, что городские выборы главные? В связи с этим вопрос про явку. Разные эксперты прогнозируют невысокую явку, но опять же у нас выборы в Гурдуму, вот что скажете о явке? Дело в том, что если брать губернаторские выборы, то в области традиционно явка невысокая на них, у нас уже, как говорят, электоральная история есть, явка невысокая, потому что 10 сентября, время крайне неудобное, и плюс работа на повышение явки не ведется, я думаю, что она вот в районах области не превысит 30 процентов. Это мой прогноз, я его давал, так сказать, всем, кто меня спрашивал, в том числе, там уже Давыдов индексу, которые это замеряют постоянно. В городе, в связи с тем, что проходят выборы в Гурдуму, и они довольно-таки интересные, явка может подняться процентов до 38, может, даже до 40, но в целом по области получится 35, как стандартно у нас было, и губернатора нам изберет область, как она тоже была обычно, то есть бюджетники, которые большинство составляют активного населения у нас в районах области, то есть работники администрации, школы, образования, здравоохранения, социального обслуживания, они, в общем-то, изберут нам губернатора, а вот кого мы изберем в городскую, думаю, это уже зависит от нас, тут мы можем потрудиться и поработать, тут от явки что-то зависит. А вот скажите мне, в чем, по вашему мнению, принципиальное отличие, ну кроме того, что вы уже обозначили, между губернаторскими избирательными компаниями нынешней и избирательной компанией белых, которая, кстати, тоже была достаточно тихая. Помните, мы же с вами в этой студии сидели и говорили, а что у нас выборы? Ну, дело в том, что в той системе, которая существует сейчас, которая сложилась после 2011 года, когда появился тот же муниципальный фильтр, практически вся, вот сам момент выборов, он отнесен до начала выборов, потому что потом идет только отсечение, работа по отсечению ненужных, неугодных, непредсказуемых каких-то кандидатов. Тогда же на выборах губернатора Белых, у нас же, помнишь, был Тарнавский вариант, что приедет Тарнавский и посоперничает, это был реальный кандидат, его отсекли. Да? То есть, соответственно, когда уже вышли на поляну, оказалось, что все как по стандарту, немножко хотят коммунисты, немножко ЛДПР, а остальное мы отдаем там хозяину, на которого показала Спасская башня Кремля. Вот. Но дело в том, что, возможно, потому что шансы у Никиты Юрьевича были довольно высокие изначально, да, он был тяжеловесом, поэтому оппозиция как бы не боялась немножко работать поактивней. То есть, знаешь, вот как-то курица убегает от петуха, говорит, они слишком ли быстро я бегу, да, помнишь этот анекдот ромянского радио? Вот то же самое, сегодня они боятся слишком быстро побежать. Я не помню, Николай. Вот. Ну, там вопрос, почему, что думает курица убегает от петуха, она думает, естественно, они слишком ли быстро бегут. Вот. И в том году они не боялись бежать с любой скоростью, потому что знали, что победится у Никиты Белых. В этом году они вынуждены себя ограничивать, потому что победа ставленника Кремля, она вовсе не очевидна. До сих пор, если брать там то, что пишут центральные эти самые социологические институты, в том числе, там, или те же самые, тот же самый доводов индекс, одна из самых низких, один из самых низких рейдингов, сравнивая с другими регионами у представителей Кремля, да. Вот. Поэтому им особо-то велен не резвиться, а то вдруг выиграют с перепугу. Понимаешь? Помните, как в фильме День выборов? А что в такой-то области у нас интересов нет? Вот. Давайте на перерыв. Уйдем, Николай. Хорошо. 21 минута. Это Николай Голиков и его особое мнение. На перерыв небольшой уходим и очень скоро вернемся. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение в студии все так же Юлия Афанасьева и напротив меня все так же Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Наш коллега-постоянный эксперт. И у нас сегодня в эфире, видимо, день анекдотов. День анекдотов, потому что я как раз заговорил про социологию, про замеры, про опросы там и вспомнил этот анекдот, который мне, кстати, сегодня не так давно. Не буду говорить, кто рассказал. Не говорите. Дело в том, да, в деревне Виллориба, помните рекламу прекрасную, да, у мужчин известная часть тела длиной 15 сантиметров, да, а в деревне Виллобаджо эта известная часть тела длиной 25 сантиметров. Почему? Ну и, соответственно, ответ, потому что в деревне Виллориба проводились замеры, а в деревне Виллобаджо социологические опросы, да. Вот, поэтому, опираться на соцопросы это довольно так же глупо, как в этом анекдоте. Но мы перешли к чему, собственно говоря, на чём мы остановились-то, Юль? За анекдотами всё забылось. Я на самом деле тоже забыла. Юля, посерьёзней. Посерьёзней. Да, мы в эфире, между прочим, в прямом. Да, извините, пожалуйста. Мы с вами говорили про избирательную кампанию Белых, избирательную кампанию нынешнюю, и о том, что альтернативные кандидаты, по сути, сами отказались бороться и сражаются за второе место. Да, в этом... Они и в том году сражались за второе место, но они сражались за него. В этом году они просто присутствуют. Они обозначились слегка совсем, да? Честно говоря, имея те ресурсы, которые они имеют, они могли бы обозначиться гораздо сильнее, но, видимо, была команда такая, что, ребят, не тревожьте, да? Вот вдруг... А вдруг случится чудо. Как я рассказывал же у нас в одном из районов, там, на выборах главы сельского поселения не было альтернативного кандидата, и муж уговорил свою жену. Ну, чтобы просто была альтернатива. Далее за кота в мешке проголосовали, хотя он был мужик довольно известный. Чтобы мало ли такого не случилось, мне кажется, потому что было дано указание, что, ребят, вы сильно не активизируетесь, вы свои там 15-18% получите, дайте мужику его 50 с плюсом. Вот, кстати, недавно моя коллега с портала «Свой Кировский» Олеся Михайлова написала в Телеграм-канале, что я бы пошла на этих выборах голосовать за белых. Понимаешь, у нас, к сожалению, в избирательном бюллетене такого графа не будет, и Никита Юрьевич, судя по всему, уже никак не успеет. Даже если вдруг случится чудо, его оправдают, он на выборы уже не поспеет. Регистрация уже закончилась. Но я бы в чем поддержал? Я не большой любитель Никиты Юрьевича. Я, скорее, даже большой его оппонент. Но если бы вот к этим четверым, которые у нас есть, добавить Никиту Юрьевича, то выборы бы стали действительно у нас интересные. Я не уверен, что все бы проголосовали за Никиту Юрьевича. Но то, чтобы он откусил очень большой кусок пирога, я не сомневаюсь. Вот про Никиту Юрьевича как раз накануне Пресненский суд города Москвы начал рассмотрение дела Никиты Белых по существу. Какого решения вы все-таки ожидаете? Безусловно, это не будет оправдательный приговор. То есть это его осудят. По его статье от 8 до 15 лет лишения свободы. Ну, суд имеет право назначить наказание ниже нижнего предела. Во-вторых, он сколько уже отбыл-то у нас? Уже год и два месяца. Год с хвостиком, пока суд идет, еще пройдет какое-то время, полтора года. Но я думаю, что лет 5, полтора года зачтут, полгода побудет, пока апелляции идут, а там уже время для УДО, для условно-досрочного освобождения. Статья позволяет. Вот. Так что я думаю, лет 5 ему дадут, чтобы соблюсти все приличия. То есть он будет осужден, он какое-то время продолжит свое пребывание в темнице, даже, может быть, успеет доехать до колонии, после чего подаст заявление и будет освобожден. Так, кстати, у нас большинство людей крупного ранга, они очень быстро освобождаются все. Быстро вы суда ожидаете? Нет. Я думаю, суд должен продлиться еще пару месяцев, чтобы возникла иллюзия такой объективности, что мы все рассмотрели, всех выслушали, всех пригласили, все доводы взвесили. И потом, я думаю, что месяца два он продлится не меньше. Николай, сегодня в клубе «Вечерний» у Николая Пихтина ожидаются дебаты кандидатов в губернаторы. Чего-то ждете от них? Я знаю, что вы там тоже будете. Я ничего от них не жду. Я буду там по простой причине, что перед этими дебатами у меня там деловая встреча назначена, я просто обязан прийти туда. Я, естественно, останусь, я посмотрю. Ну, во-первых, потому что не будет главной фигуры интересной, то есть, насколько я знаю, Васильев не придет. А говорить о выборах в отсутствии главного кандидата немножко забавно. То есть, говорить о том, что хотят предложить области Кирилл Черкасов, Сергей Мамаев, Николай Барсуков. Это уже разговоры в пользу бедных, потому что все понимают, что ни один из них главой не станет. И, соответственно, было бы интересно поговорить с потенциально, реально, потенциально избранным главой. Было бы интересно поговорить, на самом деле задать вопросы в непринужденной обстановке, может быть, что-то ему высказать. А в данном случае как бы это не так интересно. Единственный плюс, который мне кажется, что сделал правильно Николай, он пригласил Василия Куприяновича Сураева, если он придет, то я думаю, что это будет главный спикер на этом собрании, потому что к нему вопросов будет действительно очень много, предложений и так далее. Ну, Василий Куприянович дружит с головой, я надеюсь, что он придет. Я думаю, здесь дело не в том, что он дружит с головой, просто это как бы нормально прийти, когда тебя приглашают на собрание общественности, это нормально. И какой же ты будущий мэр, если ты на такие предложения не соглашаешься, если кировчане тебя зовут, а ты не приходишь. То есть, мне кажется, если он придет, это будет как бы еще один показатель того, что это потенциально очень хорошая глава города. Так, что бы нам еще с вами обсудить? У меня к вам столько тем, а осталось у нас всего шесть минут. Всего ничего. Но шесть минут, это много, успеем добежать до канадской границы. Всего ничего у нас. Ну что же, давайте, наверное, про Феликса Эдмундовича. Давайте про Феликса Эдмундовича. Человек мне не чужой. Я учился в школе, где была пионерская дружина имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, школа номер 58. И у нас были шефы из соответствующих организаций, поэтому, так сказать, я юный дзержинец с детства. Хорошо. Накануне открыли памятник Железному Феликсу. На этом открытии был и Игорь Васильев, и Владимир Быков. И вот я сейчас хочу Игоря Владимировича процитировать. Вчера мы открывали памятник нашему земляку Александру Грину, великому романтику. Сегодня открываем памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, в жизни слава которого овеяна не меньшим ореолом романтики. Борьбы за государственную целостность, борьбы с преступностью, борьбы за нас с вами, за наши жизни. Это, безусловно, не может не радовать, отметил глава региона. Ну что ж, такое понятие революционная романтика, оно существует. Правда, это такая довольно кровавая романтика, надо признать. Я думаю, что когда мы говорили о выборах, говорили о ошибках и провалах, я думаю, что, конечно, Игорю Владимировичу не стоило приходить на открытие памятника Дзержинского, тем более 5 сентября, в день памяти. В день памяти жертв политических репрессий. И наоборот, когда было 80-летие Хрисанфа, Владыки, ему бы стоило туда прийти. То есть здесь вот, я не знаю тех людей, которые ему расписывают программу предвыборную работы, мне кажется, это было совершенно лишнее. То есть он все равно, конечно, победит, но это уже несколько голосов минус, это очень неправильное его присутствие там, и тем более неправильная его речь и в такой день. Ну вот, а если говорить вообще про сам памятник, вот ветераны ФСБ, ВЧК, КГБ, которые, собственно, и... Это основатели этой службы, я понимаю прекрасно. Да, основатели этой службы, которые ратовали за открытие памятника Феликсу Эдмундовичу, сказали, что а мы, собственно, пойдем в школы, проводить в школах уроки патриотизма и рассказывать на этих уроках про Феликса Эдмундовича как главного патриота. Я не знаю, насколько главным патриотом был поляк Феликс Дзержинский, если говорить о России, да, я думаю, что у нас есть примеры патриотизма и более интересные. Во-вторых, я думаю, что воспитывать школьников на патриотическую тему лучше, на менее спорных фигурах, на более однозначных. У нас очень много героев, реальных героев и труда, и войны, и чего-либо еще, руки которых, по крайней мере, чисты, скажем так. Я бы очень не хотел, чтобы, хотя я и сам был в пионерской организации имени Феликс Эдмундовича Дзержинского, но это была другая страна. Я бы не хотел, чтобы в этой стране это происходило. Я ничего не имею против памятника Дзержинскому во дворике клуба ветеранов. Я ничего не имею против открытия музея Дзержинского, но там была эта историческая фигура. Но давайте детишек не обманывать с детства. Это очень неоднозначная фигура, и это не тот пример, на котором им надо учиться, по которому строить жизнь. Как писал Маяковский, «делать жизнь с кого? Сделать бы с Феликса Дзержинского». Была такая у него строчка. Это поэзия, это 20-е годы. Сейчас у нас уже скоро 20-е годы следующего столетия, и фигура Дзержинского выглядит уже не так привлекательно. Поэтому я категорически против того, чтобы в школе, где учился мой сын, например, апологетизировали Дзержинского. У вас в каком классе учится сын? В пятом. Ну, то есть вот как раз самое время рассказывать про патриотизм. Самое время рассказывать про патриотизм, но я надеюсь, что я сумею рассказать ему про Феликса Эдмундовича более правдиво, чем ежели к нему все-таки придут и расскажут в классе. Николай, вот вы упомянули в начале вашей речи о том, что, наверное... Я сказал речь? В начале вашего ответа на вопрос про Феликса Эдмундовича упомянули о том, что, наверное, Игорю Владимировичу не стоило там присутствовать. И это тоже был один из провалов. Один из промахов. Это не провал, это промах. Хорошо. Дело в том, что вот такие фигуры, как Дзержинский, они режут наше общество пополам. То есть люди, которые... Я прекрасно понимаю Владимира Владимировича Путина. Он из этой службы. Это основатель той службы, которая привела Владимира Владимировича к власти. Я все понимаю его прекрасное чувство. Я понимаю, я уважаю очень сотрудников ФСБ. Я ничего не имею против памятника Дзержинскому. Но для остальных людей эта фигура очень неоднозначная. И поэтому появление на таком мероприятии, она, безусловно, дает с одной стороны 40% плюсов, с другой 60% минусов. Поэтому ему там явно не стоило появляться. Ну, я вот еще про другое хотела спросить. Две минуты у нас осталось. Скажите мне, пожалуйста, вот уход авиакомпании «Победа». Он как-то связан с выборами? Непосредственно с выборами, наверное, он не связан. Но вот не считаете ли вы это одним из главных провалов, недочетов? Дело в том, что недочетов такого уровня на самом деле за минувший год было довольно-таки много. Чем, собственно, объясняется то, что в деревне Вилабаджо, скажем так, другого размера мужские органы. То есть то, что социологические опросы показывают очень невысокую и узнаваемость рейтинги у нашего главного кандидата. Таких провалов было много. Недочетов, недоработок, косяков. Их было довольно много и в кадровой политике, и вот в части транспортной, скажем так. Их было много. Они сформировали то, что есть. Мы когда говорили про плюсы и минусы, мы говорили про саму уже предвыборную кампанию. Здесь уже этот аргумент, он звучал в речах оппозиционеров. Но не уверен, что он сыграл так уже сильно. Он сам по себе сформировал низкий рейтинг главного кандидата. Ну что же, я думаю, на этом мы и закончим с вами. Давай на чем-то веселом. У вас еще один анекдот есть в запасе, Николай. У меня в запасе много анекдотов. Не все можно рассказывать в эфире. Просто давайте на чем-то хорошем закончим. Но давайте на самом деле, что 15 числа мы все будем рады нашему новому губернатору. Нет, давайте так... Все искренне будем радоваться, потому что область это дело реально бывает. Подождите, подождите, Николай. Давайте тогда уже закончим на том, что 10 сентября все-таки надо сходить на выборы. А это совершенно наша с тобой даже обязанность пригласить всех кировчан на выборы и губернатора, и депутатов городской думы. Это наша обязанность. Мы должны всех приглашать на выборы. А как уж они проголосуют, мы узнаем после 10 числа. Вы знаете, мне очень близок лозунг избирательной кампании Ельцина начала 2000-х, если я правильно помню. Голосуй, а то проиграешь. Голосуй, а то проиграешь. Это вот ровно та история. Это 96-го года лозунг. 96-го? 96-го года лозунг, да. 97-го я уже не помню. Я тогда была очень маленькая, но вот видите, я помню. Точно зато выборов не помню. Это вот эта середина 90-х, его вторая кампания. Ну что, вот это уже гораздо бодрее. Голосуйте, а то проиграете. На этом мы заканчиваем. Николай Голиков и Юлия Афанасьева. Всего доброго. Всего доброго. Особое мнение на 101-фм.